Приветствую вас, дорогие мои слушатели, друзья, подписчики. Сегодня моя тема будет очень интересная, достаточно уникальная, я считаю, для маленькой страны, так как об этом никто никогда не хочет сильно рассказывать. И даже искать такую информацию достаточно сложно, если вы, собственно, не знаете, зачем, что искать. Речь пойдёт сегодня о грантах, о помощи для людей, для физических лиц, малых организаций, некоммерческих организаций и всё, что с этим связано. Моя задача – показать вам, что на самом деле в Ирландии много денег, которые можно взять. Чаще всего люди хотят социальные деньги за то, что они просто не работают и сидят на попке ровно. Но я, знаете, за тех, кто талантливым надо помогать, а они талантливым можно и не помогать. Вот я за этих людей. И я ещё за тех, которые всё-таки ищут возможности более широкие. И гранты в Ирландии – действительно хорошая форма помощи и поддержки. Я начала сегодня с проверки тех сайтов, которые я уже знала и смотрела с прошлого года. И была, собственно, инсайтед, удивлена, в каком-то смысле озарена такими возможностями. Но я отложила это у себя на компьютере на какую-то дальнюю полочку, чтобы не... Ну, пока я не придумала, что с этим делать. И вот сегодня, когда я начала это искать, я не могла сдержаться. Я просто обязана вам это показать. Сможете использовать – используйте. Как говорится. Но будете знать, что возможности такие есть. Итак, вот открыла специально в Википедию. Гранты – это невозвратные средства или продукты, выделяемые одной стороной, часто правительственным департаментам, корпорациям, фондам, трастам, получателям, некоммерческой организациям, учебному заведению, бизнесу, физическому лицу. Чтобы получить грант, требуется форма заполнения, часто называемая предложением. И большинство гранты предоставляются для финансирования конкретного проекта и требуют соответствия определенным критериям, которые описаны при предоставлении. То есть вы должны что-то написать, заявку какую-то специальную, соответствовать требованиям и еще гранты требуют отчетности. Там всегда указано когда. И если все в порядке, если вы отчитываетесь и показываетесь, что вы действительно истратили эти средства на то, для чего вам они были даны, значит все в порядке. Если вы нарушили эти условия, значит гранты можно и вернуть обратно. Так вот, зашла также в Google и посмотрела вообще по запросу грант, какие у нас есть в Ирландии, что у нас выходит на первом месте. Вот что я увидела. Вот это организация. С-E-A-I. Грант Home Improvement Business. Так, вот этот сайт. Здесь более сложные, конечно, уже требования и более сложные запросы. То есть это для бизнесов уже. Для бизнесов. И все, что касается действительно серьезных таких денег. Скажем так. Дальше. Быстро просмотрела Мэри Грант. Это, кстати, в Ньюбридже, в моем городке. Но это название просто фирмы. Опять же, хаусинг-гранты, схемы. На дом, энергии, на холмс, энергии. Вот эти улучшения домов, энергетической составляющей домов. Гранты дают, то есть на переделку внутренностей домов. Вот студент. Студент Universal Support. Вот этот СУСИ, как его называем. То есть вот это как раз то, что дается после детских денег. Когда 18 лет исполняется, ребенок выступает в университет. Это вот это как раз организация студентов, помощь студентам. Гранты. Сюда надо обращаться. И, собственно, все. То есть то, что я вам сегодня покажу, здесь даже не обозначено. В свое время мне это, конечно, показали добрые люди. И показали, и сказали при этом, что это нужно использовать. Потому что эти деньги в результате, они из года в год вот так вот перекочевывают и остаются. И о них почти никто не знает. Поэтому сегодня я с вами делюсь. Именно деньгами, грантами, которые находятся в консилах наших, наших каунти, наших. Я живу в Килдер-каунти. Ну, если вы не в Ирландии, то вы узнаете эту информацию. Как в Штатах есть вот эти Штаты, так в Ирландии есть каунти. Мы делимся на каунти определенные. И каждый каунти имеет свой консил, свою мэрию, в которой есть деньги. Так вот, я начала со своей Килдер-каунти. И я вам буду показывать на ней. Но для примера я точно так же забила в поисковик, например, Корк-каунти нашла. Точно так же по запросу вышла на их саут Корк-каунти-консил. И вышла на сайт Виклоу-каунти-консил. То есть три вот ссылки я вам внизу напишу. И по этой аналогии ищите абсолютно любую каунти, в которой вы находитесь. То есть ваша каунти и какая, да, то есть у меня Килдер-каунти-консил. У каждой каунти есть свой сайт консила мэрии, на котором есть эта информация. Итак, дальше мы что ищем? Когда мы заходим на вот эту нашу каунти-консил, вы в любом месте, где есть вот этот search, вы забиваете просто слово grants. Вот, например, в Килдерском здесь были по буквам, и я таким образом нашла, потому что моя старая ссылка не работала. В каком-то там другом виклоу, по-моему, или в Корке, по какому-то другому параметру, но всё равно я в search забила это слово grant, и я увидела это. Итак, о чём здесь идёт речь? Здесь небольшие деньги, я вам сразу говорю. То есть сам этот грант достаточно большой, там я видела и 38 тысяч, и 40 тысяч вот на год, на определённое направление. Вот смотрите, направление, например. Вот это Килдерское, вот оно, вот, видите? Комьюнити-грант, можем сразу перевести на русский, кстати, переводится прекрасно. Схема грантов сообщества, улучшение сообщества, фестивали, образовательные стипендии, гранты ассоциации резидентов. Это такие внутренние местные управления, которые даются на частные дома и на, ну, улучшение вообще пространства. Наследие, то есть всё, что касается, ну, вот, например, когда мы приехали о войне, об этом столетии после войны, как раз тут эту тему очень сильно её мусолили. И вот всё, что касается музеев, памяти, именно с наследием страны, а именно этой каунте, вот это вот отдельные есть гранты на это. Арт-сервисы и премия Creative Ireland, вот это вот. И вы знаете, я тут всё, вы, конечно, можете посмотреть, всё, что вам, всё, что вам подходит, но я вам скажу, самая такая вот для нас, например, для иммигрантов, то, что мы можем использовать, как-то вписаться, это вот, конечно, фестиваль, арт и вот это Creative Ireland стипендия. Вот, и дальше мы начинаем смотреть, что для этого надо. И я открыла, смотрите, Art Service Console, какая, сколько было выдано, вот посмотрите, здесь отчёт за 2019 год, сколько было выдано и кому, и сколько. Видите, тут есть и 200, и 850, 800, 250, 750, 400. Видите, это небольшие, 1200 есть. Вот, смотрим, за что, чтобы организовать, ну, это перевод, кстати, я сразу включила. Художественные мероприятия с использованием ботанических материалов в качестве, в качестве среды для художников. Церковь святого, святого, святого кого-то, вот, вот, так, ну, то есть конкретная тематика, самая большая, видите, 1200. Тысяча за что? Репетировал чтение гимна Аги на берегу реки. Вот, видите, то есть, это вот Art, всё, что связано с Артом. И что в Art входит? Всё входит. Пение, музыка, живопись, театр. Есть все там условия, описаны. Вот, это я сейчас открыла. Ну, давайте, подождите, с Артом закончим. Теперь, когда вы заходите на вот эти грантовые, так сказать, страницы, вы должны обратить внимание на сроки, когда они выставляются и когда они заканчиваются. Вот в нашем Келдерском они выставляются обычно в январе и в начале года января. Да, вот сейчас они будут, видите, в январе и феврале 2020 года. В том году они были уже тоже в январе 2019 года. И они предоставлены были до марта 2019 года. Но это в нашем, в Келдерском. А в других Виклу. Я, например, увидела другие условия. Так, это Корк. Это Корк. Я, ну, просто нужно сайт изучить конкретно, как, вот, схема 2019 года. Смотрите, Виклоу. Вот она у них идёт, схема та же самая, 2017 года. Потому что по 22, видите, одна и та же схема. Этот документ один и тот же с условиями. Вы его скачаете. И вот это, кстати, креатив, креатив, Виклоу, гранд схема. Вот она. Не вижу. Закрытие 1 марта. Тоже было закрытие, видите, 1 марта. То есть вы должны в своей аккаунте посмотреть, когда. Да, но в основном все в начале года выставляются в январе, в феврале. И где-то до марта, до апреля они раздаются. Эти, заканчивается приём подачи документов, подачи заявок. Заявки. Всё. Я вам потом покажу, что я скачивала в прошлом году для себя прямо в документе. Как это выглядит, чтобы мне было, видите, легко. Я прямо скачивала на английском и потом переводила вот прям с анкетой. Какие вопросы. И переводила на русский здесь сразу. Я вам это чуть позже покажу конкретно. Так вот, сроки. Но где-то я увидела, что, например, уже в конце 2019 года будут формироваться, будут показаны гранты на 2020 год. Так что вы просто должны знать, вот сейчас начинается период, когда вы уже должны проверять. Примерно с ноября, с декабря месяца вы должны проверять эти сайты, если вы заинтересованы. И начинать копать в этом направлении. И возвращаемся к моему килдерскому, потому что тут всё-таки более я уже раскопала. И смотрим, например, какие условия. Вот фестиваль, на фестивале. Давайте посмотрим, что значит фестиваль, грант на фестивале. Какова цель схемы, когда будут объявлены, когда дата закрытия, кто имеет право подать заявку в рамках схемы гранта в фестивале и так далее. И вот такой документ у вас будет на каждом буквально вот из этих существующих грантов. На каждое будет такая схема, которую вы прочитаете полностью. Вам подходит. Можете вы что-то из неё взять или нет. Потому что, знаете, гранты это не совсем то, что вам подходит. Это, конечно, очень хорошо, если вы уже что-то делаете. И вы художник. И вам подходит. Вы пошли, взяли, вот сейчас со мной поговорили и взяли. И вы видите, суммы тут не очень большие. 500, 400, 1000, 1500. Вот 1500 это такой максимальный примерно вот в этих консила, грантах суммы. Но это можно делать каждый год. Поэтому и это не надо отдавать. Поэтому для этого нужно просто хорошо предоставить себя. Для этого надо просто знать условия. Так вот, хорошо, если вы уже имеете что-то, знаете, что вы делаете. И вы можете под это взять. Но часто мы не совсем делаем то, что здесь описано. И мы можем подстроиться, как бы встроиться, прочитать условия и подумать, могу я это сделать или не могу. Или что-то создать, открыть какую-то некоммерческую организацию для того, чтобы это сделать и попасть вот в эти условия грантов. Итак, например, вот смотрите, какова цель схемы. Целью является помощь добровольным группам, то есть некоммерческим организациям, которые пропагандируют ключевые фестивальные мероприятия в графстве Килдер. Видите? То есть люди, которые, вы знаете, что здесь очень много в Ирландии идут вот этих, всё, что касается вообще креативити, арт, любой, любой, абсолютно. И это действительно пропагандируется, на это выделяются деньги, это очень поддерживается, это любят и т.д. и т.п. И вот в связи с этим вот такой грант. Кто имеет право? Чтобы иметь право, ваша группа должна быть официально учреждена, устав должен быть, участвовать в мероприятии, которые поощряют участие сообщества, волонтерство и продвигают благоизостояние сообщества. То есть гранты даются прежде всего людям или группам, которые всем своим существом показывают, что они делают, стремятся и хотят улучшить сообщество, в котором они живут. И так как это гранты от мэрии, конкретно наших, вот наших каунти, вот наша Килдер, я живу, в Килдер каунти, значит, наша эта мэрия и поощряют тех, кто в этой каунти делает всё на благо и развитие сообщества. Волонтерство и так далее. Видите, участвуют в делах. И все финансируемые фестивали должны проводиться в округе. То есть вот всё, что проходит везде, эта группа с удовольствием показывает, что она хочет участвовать и может участвовать. Так, когда будет объявлено, какова дата закрытия, что такое PPM для моей группы, да, как у нас. Номер, также такой же группа, номер есть, вот, пожалуйста, написано, где посмотреть номер регистрации вашей организации. Если вы не зарегистрированы, посетите. Все эти условия описаны скрупулёзно на сайтах вот этих ваших консилов в разделе гранты, в разделах тех, куда вы зайдёте и так далее и тому подобное. Понятно, да? Вот это у нас был фестиваль. Теперь, например, теперь, например, арт. Ещё раз посмотрим. Арт. Арт-сервис. Давайте посмотрим, если будет. Уже нету. Уже нету. Какие здесь, кто может участвовать? Здесь, видите, только уже отчёт. Это за 2019 год. Итого, вот, выплачена сумма 31 450 евро. Неплохо за год, неплохо. Но мы не знаем, сколько там было. Возможно, что там было намного больше. И просто-напросто, просто-напросто больше не было кому выплачивать. Поэтому в этих заявлениях, которые подаём для получения грантов, там есть смета, сколько вам надо и на что. То есть это не просто так, вот мне надо 5000. Нет, конечно, это есть смета, это такой как бы бизнес-план небольшой, но это очень минимально, где может сделать любой человек сам. А если не можете сделать, значит, обращайтесь. Будем делать вместе. Итак, вот и описано, когда 19 марта 2019 года было закрыто заявки, принятие заявок. И дальше описаны все. Видите? Privacy statement и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот. А я скачала этот документ для себя. И вот посмотрите, чтобы было уже более понятно. Здесь как раз были заявки участия, условия. Смотрите. Это стипендия, вот это арт. Арт. Предназначена для художников, которые хотят... Вот. Художество. Это не арт, а это креативити, вот это креативити-стипендия. Значит, художественный предприниматель, ну, это такой перевод. Стипендия направляется на поддержку инициирования и развития художественного дела, основанного в Килде. Ну, потому что это из нашей аккаунты. Начальное финансирование полторы тысячи может послужить катализатором для художника, но имеется в виду креативного человека в данном случае, в развитии его бизнес-идеи и молодого арт-бизнеса, который хочет расширяться. Получатель также получит значительную поддержку от местного офиса предпринимательства, да, включая наставничество, возможности обучения на сумму тысячи евро. Эти стипендии предназначены для художников, которые хотят начать новый бизнес, или для тех, кто открыл бизнес в области искусства за последние 12 месяцев. Видите, вот уже условия. То есть, реально вы можете прочитать это и подумать, так, я не художник, у меня нет бизнеса художественного. Но если есть такая стипендия, то я могу это сделать, я могу это создать. Что-то, подо что подходит этот грант. Уловили мысль. Условия. Заявки принимаются на официальном бланке. Вся материальная поддержка должна быть не более... Значит, на А4, не более чем А4 лист, должно быть расписано всё, что вам необходимо сделать. То есть, вот этот бизнес-план, вот эти материалы, которые вы опишите, они должны быть не больше, чем лист А4. Дальше, кто входит? Индивидуальные художники, художественные группы, общественные проекты. Это в аккаунте, видите, CEO Килдари, нашего аккаунте Килдари. И они могут подать на стипендию художественного предприятия. Там это называется creativity, там что-то такое, стипендия. Помощь будет ограничиваться только искусством. Как оно определено в законе об искусстве 2003 года. Ну, то есть, там будет ссылка. И посмотрите, что подразумевается под словом «искусство в Ирландии». Но тут описано, смотрите, означает любое творческое или интерпретационное выражение. В любой форме, включая, в частности, изобразительное искусство, театр, литературу, музыку, танец, оперу, кино, цирк и архитектуру. Включают в себя любые средства, когда они используются для этих целей. Все получатели грантовой помощи в соответствии с законом об искусстве для проектов, затрагивающих детей и молодежь, должны иметь соответствующую политику в области защиты детей. Вы это знаете, это везде. То есть, это все не должно нарушать интересов детей. Служба искусств Совета округа Килдер также потребует подтверждения наличия соответствующих страховых полисов и процедур в области здравоохранения и безопасности. Ну, например, если это цирк, и это тоже относится к искусству, допустим, да, и вождение по канатам. Соответственно, у вас должны быть страховки, уже застрахована ваша деятельность. Понятно, да? Которая будет безопасна для использования. Грантовая помощь и поддержка, предоставляемая Советом, должна быть признана во всех рекламных материалах, связанных с проектом. То есть, все, чтобы логотипы Совета доступны в службе искусств. Совет округа оставляет за собой право обнародовать присуждение грантов закона об искусстве. Рекламные материалы. Эгидой Каунсил, Килдери Каунсил, например, да, или Корк Каунти Каунсил, или Даблин Каунти Каунсил. Понимаете? То есть, с участием мэрии Каунсила в этом проекте. Вот это вот здесь написано. Ну, из понятия деталей вы будете читать. Я вам сейчас приблизительно. И вот важное, что все успешные кандидаты, которые получили грант, должны предоставить короткий письменный отчет в службу искусств до 31 октября 2019 года. Ну, вот это конкретно было про этот год. Независимо от того, завершен проект или нет. В противном случае грант может быть признан недействительным, а полученная грантовая помощь может быть возвращена в Совету округа Келдер. Вот это важно понимать. То есть, это деньги, которые не надо возвращать, но за них надо отчитаться. И этот отчет абсолютно элементарный. Там не надо никаких сложных схем, потому что деньги там не сложные. И, соответственно, отчет тоже там не сложный. Буквально, что сделали, куда потратили и так далее. Все заявители будут уведомлены. Вот, собственно, и все, что здесь написано. И теперь, например, вот смотрите, что она должна заявка включать. Описание предлагаемого бизнеса. Декларация о других грантах или другой помощи. Наброски бюджета. Наброски бюджета. Видите слово? Наброски. То есть, это вы не знаете еще, сколько вы затратите, например, на создание сайта. Но вы знаете примерно, вы погуглите, посмотрите, сколько стоит создать сайт. Потому что вы должны будете в Ирландии это делать. И, ну, когда вы будете отчитываться, значит, лучше вы должны использовать какие-то, ну, компании, которые здесь работают. Вот это вот тоже такой момент. Бизнес-план на три года. Вот вспомогательные материалы не более чем А4. Это предыдущие спектакли, шоу, выставки, даты, места провождения, резюме. То есть, вот эти вот дополнительные все ваши доказательства, например, что вы хотите показать, как дополнение к тому, что вы, ну, компетентны на получение этого. Все по электронной почте, факсу, адресы, телефоны и так далее. Видите, все это вот здесь описано. Я это прям перевела себе. И имела. И вот сама эта заявка. Вот она как выглядит. Видите? Я прямо все. Собственное помещение или аренда. Были ли получены, укажите. Были ли получены или запрошены гранты или другая помощь для бизнеса и так далее. Контрольный список. Убедитесь, что вы это все поставили. Видите? То есть, все разжевано от и до. Вы знаете, действительно, я желаю вам, чтобы вы, если вы как-то с этим связаны, смогли действительно это использовать. Вот. Вот это было еще тоже такая отдельная. То есть, там это конкретные гранты. Я выписывала конкретных, конкретные уже условия, которые были в этом году даны. Вот. Потому что Ривербанк, Арт-центр, это у нас находится в Ньюбридже. И вот на него был грант. Видите? Две с половиной тысячи. Может быть использован для того, 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 того. Для, короче говоря, создания выставки, например. И вот это все я здесь себе скопировала, чтобы потом не искать. Потому что, честно, искать сложно на этом сайте. И если бы я не знала, то я бы сама не нашла. Может быть, вы нашли. Вы суперумный. Тогда вы молодец. Вот это был перевод как раз, что надо было сделать. Но я это нашла уже, это был март. Я уже... Там было буквально пару дней, наверное, до окончания этих всех заявок. Итак, вот это вот я вам показала, что сейчас уже идёт отчёт. Кто за что получил. Ну, вот для интереса можем почитать ещё немножко. Вот. Посетить летний курс национальной оперной студии в Лондоне. Например, вот Каролина из Нейса, видите, получила 800 евро. Значит, она что-то делает, чем-то она занимается таким. И она это предоставила, показала. И она попросила, что она хочет участвовать в летнем курсе в Лондоне. И ей дали 800 евро. Просто, понимаете, но для этого человек в начале года должен был знать, куда он смотрит, на что он, его мозг вообще заточен. Закупка материалов для разработки выставочных работ обеспечена в течение 19-го, начала 2010-го года. Наверное, описка 20-го, начала 20-го года. Вот, 850 евро получено. Финансовая поддержка, чтобы взять неоплачиваемый отпуск и разработать телевизионный сценарий для фэйлинг-фори-фарнарк. Видите? Или фэйлинг-фори-фарнарк, не знаю. 400 евро. Вот, Маура живёт в Мейнуте. Для примера, понимаете? То есть, она взяла, попросила деньги, чтобы взять определённый отпуск неоплачиваемый. Вот, она должна знать, что не будет работать неделю или две недели. И разработать в это время телевизионный сценарий, который поможет развитию сообщества в нашей каунте. Иначе этот сценарий никому не нужен, но этот сценарий способствует развитию художественному, интеллектуальному развитию нашей каунте. Килдер, понимаете? Смысл. Но дальше, для чего, например, ещё взяли? Текстуры пейзажа, фонды для поддержки материалов, оборудования для развития практики. 200 евро. Ерунда, понимаете? Мало это. Но это не надо возвращать. Надо просто вовремя подать бумажку. Исследование, создание, документирование новой работы. Фокус на сообществах водно-болотных угодий с переходной экономикой. О, ничего себе! Получила Моника из Н.Б. Рич. Ньюбридж. Тоже. И Килкулин. А, это же перевод. Ньюбридж Килкулин. Вот, пожалуйста. Моника, 1750 евро получила на исследование, создание и документирование новой работы. Понимаете? Которая пойдёт на, опять же, на улучшение сообщества. Поддержка в разработке новых публичных мероприятий в стиле перформанс. 800 евро получила Алекс из Атая. Поддержка новых арт-проектов и плата за профессиональное развитие. 800 евро получил Павел из Атая. Пожалуйста, наши люди, я уже вижу. Развитие практику. Предложить мобильную живую печать в роли. Надо на английский переводить. Анжелина. Ангелина из Атая. 400 евро. Выступит Свифт Иванесса в Хостелл Хаус. Неделя наследия в августе. Эксплуатационные расходы. Один раз производство Сиди. 1000 евро получил Джон из Мейнута. Понимаете? Вот, то есть, за что можно получить? За всё можно получить. Самое главное, правильно подать. Непрерывное развитие ирландского традиционного оркестра. Создание младшей секции мастер-класса с Джорджем Макадамом и Эрфи. Ну, это по-на-русски перевод, в общем, с кем-то 1800 получил бренда из Лекслипа. Да? Селбич Лекслип. Вот. То есть, видите. Друзья, сегодня я вам хотела показать, что существуют деньги, действительно, в Ирландии, которые можно получить. И это, конечно, не надо вот зацикливаться просто вот на том, чтобы не умереть с голода. Надо немножко, если вы человек креативный, если вы создаёте, если вы умеете, понимаете что-то, то вот я знаю людей, которые просто чётко сидят вот на этих грантах и всё, и шлёпают, каждый год получают деньги на это. И это невозвратная помощь для маленького бизнеса, для художника, для какого-то, для искусства. Это очень даже хорошие деньги. Обратите на это внимание. Ну, я вам дам вот три ссылки, которые я нашла сейчас. И если у вас будут затруднения, то обращайтесь, будем разбираться. Буду помогать вам заполнять формы, ну, за какие-то символические деньги, наверное. Но в любом случае на это надо обратить внимание. Всех вам благ. Пока-пока. С вами была Ольга из Ирландии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите свои комментарии, пишите свои вопросы, о чём вы хотите узнать более подробно. Я с удовольствием найду для вас эти материалы.